Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова и мои коллеги расскажем вам о последних событиях Ленинского городского округа. Сначала коротко. Обучающий семинар для представителей некоммерческих объединений. Мы поняли, что нужно как-то менять форматы обучения. Первокурсники колледжа Московия вступили в ряды студенческого сообщества. Мне нравится, как здесь преподносят образование и как относятся к студентам. Очередная интересная экскурсия в рамках программы «Активное долголетие». Экскурсовод работал хорошо, и музей сам понравился очень. О полезных советах при подаче заявок на соискание президентских грантов рассказали на обучающем семинаре для некоммерческих организаций в рамках деятельности Общественной палаты Московской области. Встреча представителей НКО и членов Общественных палат региона состоялась в Ленинском городском округе на базе бывшего Дома офицера военного городка Петровская. Один из спикеров лекции Дмитрий Поликанов пояснил, что существует несколько основных правил, которые увеличивают шансы на получение президентского гранта. Первый – своевременность. Проекты стоит присылать в самом начале подачи заявок. Второй – актуальность. Предпочтение эксперты отдают чему-то новому, неизбитому. Спикер призвал представителей некоммерческих сообществ ознакомиться с правилами участия в конкурсе и подать свой проект. Ведь именно сейчас идет прием заявок. Также гости обучающего семинара обсудили тему взаимодействия некоммерческих организаций с властями. Один из самых успешных примеров такой работы привели члены НКО Ленинского городского округа. Очень тесно мы взаимодействуем с администрацией, с муниципалитетом Ленинского района. Мне кажется, так как относятся к нам, редко где в Московской области есть такое отношение, взаимопонимание. То есть любые мероприятия. Мы же некоммерческие, у нас нет своих взносов, нет своих денег. Часто нужен транспорт, помещение. Проблем с этим вопросом у нас вообще нет. Нас слышат, понимают, взаимодействие идет полным ходом. Для наибольшей результативности встречи, для наглядности качественной работы НКО, организаторы семинара предложили участникам сыграть в деловую игру «Некоммерческая организация с нуля». Мы поняли, что нужно как-то менять форматы обучения, не только лекции проводить, но и какую-то активность включить. Мы моделируем какую-то ситуацию, создание некоммерческой организации и пошагово мы все вместе находим правильные шаги. Ленинский городской округ участников обучающего семинара принял очень радушно. После кофебрейка у гостей мероприятия было еще время, чтобы в свободной форме пообщаться со спикерами и задать им свои вопросы. Первокурсники колледжа «Московия» причислены к студенческому сообществу. В Развилковской детской школе искусств это событие ребята отметили большим мероприятием, давшему старт новой интересной жизни. О том, как собираются проводить время от сессии до сессии новоявленные студенты, расскажет наш корреспондент, сам вчерашний студент Арсений Рогозянский. Сегодня вы станете частью большой дружбы семьи Ленинского структурного подразделения профессионального колледжа «Московия». Эту студенческую семью в новом учебном году пополнили 270 человек. Бывшие школьники в будущем станут юристами, поварами, механиками и другими специалистами. Однако сейчас, как принято считать, начался лучший период в их жизни – студенчество. По сравнению со школьной программой здесь уже происходит становление ребят как профессионалов. Им это более интересно, чем только теоретическое обучение. Многие из поступивших намеренно выбирают обучение в колледже. Настя Грушевская пошла учиться сервису на воздушном транспорте. Девушке – это профессия по душе, да и атмосфера колледжа ей оказалась близка. Поступив на первый курс, я поняла, что здесь намного лучше, чем в школе. Совершенно другие преподаватели, другие ученики. И ты учишься на ту сферу деятельности, которая тебе нужна. В этот день первокурсники блистали не знаниями, а талантами, которых у новоиспеченных студентов оказалось довольно много. Артур Степанян учится на повара-кондитера. Однако юноша не только пироги печет, но и поет хорошо. За два месяца студент успел познакомиться с новым местом обучения. Привык, да, ко всему. Колледж вообще очень хороший. То, что относится к выступлению ребят, вообще очень все отлично, классно. Стереотип о том, что ребята, поступившие в колледж, как правило, в школе не слишком успевали, развеяли педагоги. Они отмечают, наметилась новая тенденция, а студентов с хорошим школьным аттестатом стало значительно больше. Ребята, которые хорошо учатся, идут в колледж. Объясняют они мне так. Мы хотим получить профессию. У нас будет среднее специальное образование. Мы будем работать, а учиться заочно. Набор в колледж осуществлялся по 17 специальностям. В первый год обучения студенты не погружаются в профессию. Сейчас у первокурсников больше общеобразовательных предметов. И поэтому многие из них невольно сравнивают учебу в новом месте со школой. Мне нравится, как здесь преподносят образование и как относятся к студентам. Не как к маленьким детям, а как к уже взрослым состоявшимся людям. Ребята стали студентами и впереди у них 4 года обучения, после которых они получат не только профессию, но и важный жизненный опыт. В Ленинском центре социального обслуживания «Вера» сделано все для максимального комфорта маломобильных людей. Но, как выясняется, совершенству нет предела. В рамках государственной программы «Доступная среда» здесь установили еще несколько конструкций, которые помогут посетителям центра чувствовать себя более комфортно. Максим Козлов наблюдал за процессом установки. Вроде не такой большой объем и работа несложная, а попотеть мастерам пришлось порядка 4 часов. Но в итоге эти, казалось бы, неприметные вещи могут значительно упростить жизнь инвалидов. Сегодня нам поставили оборудование по программе «Доступная среда». И сейчас на территории нашего учреждения, внутри учреждения, будет установлено все необходимое оборудование для того, чтобы обеспечить удобство для маломобильных граждан, которые к нам обращаются. С помощью этого оборудования мы сможем создать более доступные условия оказания наших услуг. Добровольным испытателем новых поручней выступила Надежда Васильевна Трубовец. При ходьбе она использует трость, а ступеньки для нее серьезное препятствие. Это очень удобно. Удобно подниматься, удобно подержаться, все. И спокойно идешь. Также на многих ступеньках была сделана тактильная лента для людей с плохим зрением. Хорошо видящий человек на них и внимания не обратит, а для инвалидов важное подспорье. Прямо перед входом появилась резиновая дорожка. Во время уборки снега ее можно убирать. Сделали поручни и у запасного выхода. Посетители здесь не ходят. Он будет использоваться только в случае эвакуации. Впоследствии планируется расширить ступеньки и установить пандус для колясочников. Внутри помещения установили специальные держатели для костылей и множество табличек. Их особенность в том, что на каждой есть надписи шрифтом Брайля. И все они желтого цвета. Опять же, для слепых и плохо видящих людей. Она будет висеть на заборе. То есть человек, подходящий к нашему учреждению, он смотрит, сможет уже получить полную информацию о номиновании учреждения, о графике работы. И, соответственно, если у него есть проблемы со зрением, он сможет также эту всю информацию прочитать с помощью специального обозначения, сделанного по Брайлю. В этот день в рамках государственной программы «Доступная среда» более 40 единиц оборудования было дополнительно установлено в Центре Вера. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. К губернаторскому проекту «Активное долголетие» присоединяется все больше жителей Ленинского округа. Особый интерес представляют краеведческие экскурсии, на которых пенсионеров знакомят со знаковыми местами и историей родного края. Сегодня участники проекта отправились на печально известный Бутовский полигон. Екатерина Борисова продолжит тему. Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Активное долголетие» стартовала еще летом. И с тех пор к ней присоединилось множество жителей нашего муниципалитета. На тренажерах теннисом занимаюсь. И как вам? Нравится. Ну, самочувствие вы чувствуете? Ну, лучше, конечно, немножко, конечно, устаешь, но потом прекрасно себя чувствуешь. Собор-то гроба Господня. Позавчера ездили они в Иерусалим. В Иерусалимский этот. А вы тоже ездили? Нет, я раньше ездила. Я не ездила. Очень понравился. Так, экскурсия отличная. Все понравилось. Экскурсовод работал хорошо. И музей сам понравился. Очень. Девочки очень приятные. Все рассказывают интересно. Вообще, приняли нас, пенсионеров. Низкий поклон, ребята. Вот могу я, хочу сказать. Посещение кружков и секции по интересам спортивных и творческих занятий, экскурсий. Словом, каждый может найти что-то по душе. Активное долголетие – это не только творческие и спортивные мероприятия, но и интересные краеведческие экскурсии для пенсионеров. Сегодня жители Ленинского округа побывали на Бутовском полигоне. Месте, где в 1930-х годах было расстреляно более 20 тысяч жертв политических репрессий. Бутовский полигон – место знаковое и тяжелое, но побывать здесь хотя бы раз должен каждый. О страшном назначении бывшей боярской усадьбы окрестные жители едва ли догадывались. Пространство, ее площадь 2 квадратных километра, огородили колючей проволокой, расставили посты, никого сюда не пускали. Местным жителям объявили, что здесь проводятся учебные стрельбы. Вот с той поры привелось название этому месту – Бутовский полигон. Что здесь происходило на самом деле, стало известно только в 90-е годы 20 века. В 91-м были рассекречены так называемые расстрельные списки Бутовского полигона. С августа 1937 по октябрь 1938 года здесь расстреляли и захоронили в братских могилах более 20 тысяч человек. Без суда и следствия, без уведомления родственников по приговору НКВД. И это только те личности, которых удалось установить. Их имена высечены на аллее памяти, построены на народные деньги. «Аллея 1938 года. И входя по ним, входя в этот символический ров, он перед вами открывается. Именами людей, которые покоятся в остальных, реальных могилах». Участники программы осмотрели сам полигон, поклонные кресты и два храма на территории мемориального комплекса. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. «Очень такое трагическое воспоминание обо всем этом. И как-то тяжело даже говорить на эту тему, простите». Полигон функционировал вплоть до 1953 года. Поэтому сколько на самом деле людей покоятся в этих курганах, доподлинно неизвестно. Но пока в народной памяти живут события тех страшных лет, есть надежда, что они больше никогда не повторятся. На этом у нас все. В субботу в 19.30 смотрите итоговый выпуск новостей. Расскажем о самом главном. До встречи.